В детских лагерях отдыха создадут смены для воспитанников с особенностями развития. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. Он встретился с активистами некоммерческих фондов, победителями президентских грантов. Они получили миллионы на развитие и, что важно, потратили их на добрые дела. Помощь больным детям и обучение пожилых. Подробности встречи расскажет Егор Хвисюк. Как настроение, Софь? Настроение хорошее? Здорово. А сколько тебе лет? Четыре. Четыре? Да. Четыре. Только начинается четыре или уже скоро пять? Когда у тебя день рождения? Уже было. Когда у тебя день рождения? Какой месяц? Очень давно дома. Четырехлетняя Софья Сиденко нисколько не стесняется мужчину в строгом костюме. С удовольствием рассказывает губернатору Борису Дубровскому о себе. Такая открытость восхищает, ведь почти половину своей жизни девочка провела в больнице. В три месяца малышки диагностировали рак. Всей семье пришлось кардинально изменить жизнь ради спасения Софьи. Ограничение. Оно до сих пор присутствует. В голове больше. Закрытость от общества. То есть мы сидим, как правило, дома. Очень редко посещаем какие-либо мероприятия, дабы избежать заболеваний ребенка. Софья болезнь победила. Теперь ей и ее родным помогает благотворительный фонд «Искорка». В программе «Курс на счастье семьи» помогают преодолеть психологические барьеры и травмы, которые были получены во время долгого лечения. Поддерживают специалисты и родители и старшего брата Софьи. В прошлом году на реализацию этой программы «Искорка» получила президентский грант. Почти 3 миллиона рублей. Софья, ты герой. Тебе всего доброго. Здоровья тебе. Ты все хорошего. Всего хорошего. На встрече с представителями НКО губернатор знакомится и с другими грантовыми проектами. Организация волонтеров Южного Урала презентует макеты нового центра. В нем будут готовить молодых активистов к работе на саммитах Шоссе-Брикс. Борису Дубровскому предлагают оставить подпись на кирпиче, который станет первым в фундаменте здания. Мне кажется, вот эта вот сопряженная часть, пока вы его положите, вот так, вот это будет видно. О своих успехах губернатору рассказывают ученики Народного университета. В нем пожилых людей обучают компьютерной грамотности и волонтерской работе. Я и сам, кстати говоря, являюсь этим самым, членом, да, работаю. Ну, не волонтером, но точно, в этом возрасте, поэтому буду защищать это вот, это право, в общем-то, очень эмоциональное, да. Право на активную жизнь, да. С просьбой к главе региона обращаются представители фонда «Звездный дождь». Хотят создать отдельные смены в лагерях отдыха для детей с особенностями развития. Сейчас такие есть только в Солнечной долине. Там особых воспитанников учат кататься на лыжах. Однако этого не хватает, чтобы помочь всем нуждающимся. Этот лагерь очень-очень важен для них и их семей, потому что родители получают столь необходимую им передышку. Ведь семья, которая воспитывает детей с особенностями, она в этом очень нуждается. И это время, когда они могут, спокойно, доверяя профессионалам, заняться своими, ну, какими-то очень простыми делами. Губернатор инициативу поддерживает. Тут у нас очень короткий период для решения этого вопроса. Я так пока поставил такую смелую задачу, наверное, в трех каких-то подготовленных лагерях. Это эту смену, такую смену организовать. Над этим поработаем и поймем, и точно организуем. Помимо президентских крантов, некоммерческим организациям в Челябинской области с 2018 года предоставляют региональные субсидии. 15 миллионов рублей распределили между 47 НКО. В этом году активисты просят увеличить сумму до 20 миллионов рублей и помочь найти помещение для работы в городах и районах. Борис Дубровский пообещал выполнить просьбы. Егор Хвистюк, Андрей Ярушев, Евгений Чекалов, ОТВ.